Жительница села Джигинка Евгения Решидова спешки купила дом, а после оформления сделки по купле-продаже обнаружила, что качество строения не соответствует документам. Дом оказался самманным вместо каменного. Да и прав, как оказалось, даже на проведении ремонта у новых хозяев недостаточно. Начали делать ремонт, и вдруг от ее имени приезжает на легковой машине женщина одна, представляется как бывший прокурор, и что если только вы разрешите делать ремонт в своем доме, вы будете иметь большие неприятности. Сергей Павлович, вы извините, что я не хотела, я не думала, что я буду обращаться с такими делами. Будем помогать. Многодетная мать обратилась с просьбой улучшения жилищных условий. Все четыре сына и родители проживают в однокомнатной квартире на 16 квадратных метрах. Выделенный участок в Джигинке очень далеко от города. Мы работаем с мужем в городе, я в Дилучей работаю, муж работает в центре города, дети посещают кружки. Если вы отказываетесь от того участка, мы вас ставим на очередь, как положено. Ну, 150 участков сейчас сформировано, а человек там 350. Так что подумайте. И я на вашей стороне обеими руками и сознанием своим, потому что спасибо вам за то, что вы сложное, блин. Рожаете, воспитываете. Будем помогать. Хорошо? Я буду вам помогать, только я вам рассказываю схему самому. Антон Щербаков, участник Южно-Остетинского конфликта в 2008 году, получил инвалидность, наступил на мину. Мэр попросил о выделении земельного участка в селе Джигинка, где он сейчас проживает. Если найдешь пустые участки сам и знаешь адреса, да, прямо на мое имя, сядь, возьми Лизбурай, напиши. Сергей, я был у вас на личном проекте. В настоящее время. Я вот походил, поездил по Джигинке и говорю, что на улице такой-то, между номером таким и таким, есть пустующий участок. На улице такой-то, между номером таким и таким. Окажешь мне помощь. Пока бюрократическая машина будет разворачиваться, мы с тобой, может быть, быстрее. Я проверю, может быть, у этих участков есть собственники, либо наследники, либо еще что-то. Понимаешь? Да, удостоверение, здоровье. Всего в этот день обратились за помощью 28 человек. Сам прием, как, впрочем, и всегда, продолжался до глубокого вечера. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа. Регион.